Добрый день, дорогие друзья! Добрый, добрейший, веселейший сиванский день. Сегодня у нас, как вы знаете, 9-ая сивана, а по-простому 8-ое июня. Значит, сегодня 8-ое июня, 9-ая сивана. Раньше мы еще считали дни Омира, а сейчас мы просто уже не считаем дни Омира. Сейчас у нас идет 105-й день войны, тоже мы считаем, что тоже очень дает понимание. Вообще, все, что ты считаешь, оно дает понимание. То, что ты не считаешь, это такое приблизительное, а то, что ты считаешь, это точное. Но тут есть, я вам сейчас пока собираюсь, все расскажу, по Торе очень интересный нюанс такой. Что есть в Талмуде, в трактате Баба Миция, есть такое выражение, такая идея. Что благословение, благословение это когда идет бурный рост, находятся только вещи, спрятанные от глаз. Эн Брахам Ацуя, Эля Бедавар, Асамуй Минаин. Только вещи, спрятанные от глаз. Что это значит? Например, есть какие-то вещи, которые уже вот они установлены. Вот я посчитал деньги и смотрю на них, у меня там 100 долларов. Все, 100 долларов там не может быть их, они не могут вдруг превратиться больше. А если, например, я 100 долларов куда-то там купил на них что-то, и оно, какие-то там токены, криптовалюты, и оно где-то там растет. Где оно растет, как оно растет? Это скрыто от глаз. Но там, возможно, какие-то большие изменения. То есть, благословение, есть вещи, спрятанные от глаз. Второе значение, смотрите, тут есть два значения. Первое, то, что посчитано, оно не может увеличиться, оно уже посчитано. А второе, почему именно спрятанное от глаз, а не не скрыто просто, да? Есть такое понятие, как Айнара, злой глаз. Значит, как работает Айнара? Вот, например, один человек что-то задумал, и он делится с другим человеком. Говорит, ты знаешь, я вот там собираюсь сделать то, то, то и то. Что значит он собирается сделать? У него есть идея о том, чтобы это сделать. Идея – это воздух такой, да? Это даже не воздух, это просто идея. А второй человек, у него идея, у него Айнара, злой глаз у него. Он сидит и думает, вот, блин, не хочу, чтобы он сделал. Не хочу, чтобы это сделать, чтобы у него получилось. Желаю ему, чтобы не получилось. Теперь один желает, чтобы получилось, а второй желает, чтобы не получилось. Теперь их желания нейтрализуют друг друга. Понятно, да? Так, понятно, да, идея? Значит, все, мы собрались и начинаем изучать книгу о Йом-Йом. Сегодня нам Любая Честерэба сказал очень интересную идею. Он для себя ее взял. Он сказал так, мир нуждается в очищении атмосферы, которая его наполняет. Но он имел в виду не атмосферу, которая воздух. Потому что в то время, когда он жил, это же он собирал высказывания предыдущих рэбэ. А они жили в то время, когда еще не было ни бензина, ни заводов как таковых. Было только земледелие. Ну, то есть атмосфера была чистейшая. И поэтому имелось в виду атмосфера. Дальше он объясняет. Очистить атмосферу можно только словами Торы. Значит, он имел в виду ту атмосферу, которая создается мыслями людей. То есть духовная атмосфера он имел в виду. Слова Торы оберегают мир в общем и охраняют каждого человека в частности. Представляете? То есть то, что мы сейчас изучаем Тору, мы не просто изучаем Тору, мы охраняем мир. И то, что мы произносим слова Торы, то это очищает мир и каждого защищает, охраняет каждого человека в частности. Теперь дальше. Дальше Хаббат это такая, как школа, как направление такое внутри ортодоксального юдаизма, внутри хасидизма есть движение Хаббат. То есть есть еврейский народ, есть который получил Тору, должен изучать Тору. Есть внутри те, кто изучают Тору, они называются ортодоксальные. То есть они соблюдают все, что написано в Торе, и они изучают Тору и живут по Торе. Есть которые с уважением относятся к Торе, но не изучают. Теперь среди тех, кто изучает Тору, есть хасиды. Допустим, половина из тех, кто изучает Тору, хасиды. Они не просто изучают Тору и не просто соблюдают, они это делают эмоционально, от всего сердца. Изучают тайные части Торы, внутренние части Торы. Это называются хасиды. А среди хасидов есть Хаббат. Это отдельная такая школа, движение, которая, вот последний Рэбб умер, он был седьмой. А первый Рэбб был Альтер Рэбб, он жил, похоронен в Гадичи. В Гадичи, возле Полтава, возле Харькова. И Альтер Рэбб, он, значит, был основателем этого движения. И мы изучаем сейчас книги этого движения. Это тоже Тора, но такой вот определенный взгляд. И вот, значит, они распределение между членами общины изучения шести разделов Мишно-Устной Торы для заучивания наизусть, чтобы повторять их, когда идешь дорогой. То есть у них принято было, что все разделяли, вот есть Устная Тора, шесть разделов. И каждый, а в шести разделах есть всего шестьдесят трактатов, плюс-минус шестьдесят трактатов Устной Торы. Теперь, вот есть, допустим, шестьдесят человек. Каждый человек берет один трактат и заучивает его наизусть. И таким образом, шестьдесят человек, которые каждый день произносят по одному трактату Устной Торы, они произносят всю Устную Тору. То есть они тем самым, они ежедневно это делают. Теперь, значит, что он говорит. Одна-две главы из Мишны, произнесенные евреям по памяти БЛП, где бы он ни находился, в каком бы месте ни был, они освещают связь между народом Израиля и Богом. То есть какая связь есть с Богом? С Богом есть связь только через мысли о Боге, через выполнение заповеди Бога, через изучение Слова Бога, которое он дал для того, чтобы соединиться с людьми. То есть мы как соединяемся? Мы соединяемся, общаясь друг с другом. С Богом мы можем соединиться, общаясь с Богом. Общение с Богом – это Тора. Значит, если вся Тора, человек ее идет и думает, да, вот он идет наизусть и повторяет там. Моше получил Тору на горе Синай. У Масра или Иушуа, передал Иушуа. У Иушуа Лесканим, Иушуа Бенунпа передал старейшинам. У Сканим Ленаваим, Невимпа передали ее... Старейшины передали пророкам. У Невим Масруа Леншек Нестагдура. Значит, пророки передали ее людям Большого Собрания. Эмамруш Лушадварим. Они сказали три вещи. Авумитуним бэдин, будьте медлительны в суде. В Амиду Талмидим Арбе и устанавливайте много учеников. В Асусе Яквитура и делайте ограду для закона. Вот я сейчас наизусть произнес кусочек, да, Тора. Маленький кусочек, такая. Но я, когда это произнес, получается, что пошел сигнал, да, как бы Wi-Fi, что те слова Торы, которые были переданы Всевышним, они активизировались, они включились, они прозвучали. Понятно. Теперь, почему именно надо Мишну повторять? Мишна – это устная Тора. Мишна состоит, слово Мишна состоит из тех же букв, что и слова Нешама – душа. То есть душа Нешама – высшая божественная душа. И Мишна – это повторение слов Торы. Это одни и те же буквы. То есть у каждого органа тела есть свое питание, да, например. Для того, чтобы мышцы работали, им нужны там белки, жиры, углеводы. Нужен кислород, который несет кровь. Для того, чтобы мозг работал, нужна вода, нужны там какие-то витамины Е, там, еще что-то. Нужен сон, например. Если человек мало спит, то его мозг перестает нормально работать. То есть у каждого органа тела есть то, что его питает, то, что ему необходимо. А что питает душу? А душу питают слова Торы. И получается, что душа – это божественное проявление в человеке. Но для того, чтобы душа усиливалась и питалась, как любой другой орган тела, ей нужна пища. Пища для души – это Мишна, устная Тора. Теперь дальше он пишет. И спрашивает, как я выучил иврит. Я именно учил Мишну наизусть. То есть я взял трактат, который называется «Пертье, поучение отцов». И вот я начал его учить. Вот первое. Моше. Ну, понятно. Моше, Моисей. Понятно. У иврита всего 22 буквы. Значит, Моше, М, Ш и Эй буквочка. Моше. Когда ты посмотришь на это слово, повторишь 10 раз Моше, то любой человек запомнит. Не надо быть там никаким гением, чтобы запомнить три буквы, как они нарисованы. И произнеся их там сто раз запомнить, что это именно вот эти три буквы – это Моше. Дальше. Кибель. Кибель – это слово «куф, бет, ламы». Да, Кибель. Получил, получил, получил. Взяли, надписали над этими буквами, надписали русскими буквами. Кибель. Да, ну, понятно же, что Каббала, Каббала – это полученное. Вот, когда люди учат Каббалу, это то, что получено тайное знание. Да, Каббала. Кибель. Моше, Кибель. Моше, получил. Моше, получил. Моше, Кибель. Моше, Кибель. То есть, все равно человек чем-то занимается. Но когда он изучает слова Торы, устной Торы и запоминает их наизусть, он в этот момент устанавливает у себя в мозге такое специальное оборудование, которое соединяет его тело с его душой и со Всевышним. И это тот язык, святой язык, на котором был сотворен мир. Это тот святой язык, на котором была записана Тора. Потом Тору перевели, греки перевели ее на греческий язык. Назывался этот перевод «септудианта». И, в принципе, весь мир знает о Боди через этот греческий перевод. Но греческий перевод и Тора – это разные вещи. Это не одно и то же. Потому что любое слово, которое пытается передать другое слово, оно уже его искажает. То есть, вот просто любое слово, как бы ты ни старался, то слово, оно при переводе… То есть, само слово – это уже некая проекция понятия, на которое оно намекает. А перевод – это проекция проекции. То есть, это уже как третья заварка чая, грубо говоря. То есть, это не то совсем. Хорошо, значит, понятно. Надо учить Мишну. Кто хочет серьезно с Богом соединиться, пожалуйста, выучите 22 буквы алфавита. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Кстати, интересно, что все алфавиты, они похожи. И вот этот коренной алфавит, он как раз – это лошонокодыш, святой язык, которым был сотворен мир. Первая буква – Алиф. Так она, Алиф, потом пошла и в русском – А, и так далее. Бет – тоже понятно. А, Б – Алиф, Бет. Третья – Диммл. Диммл – А, Б, Г. А почему в русском еще есть А, Б, В? А в иврите вот эта буква Б, она же и В. То есть, она же и В, написанная одинаково. Просто знать надо, когда ее произнести Б, когда произнести В. Алиф, Бет, Диммл. Далет. Далет – это А, Б, В, Г, Д. Все понятно пока. То есть, мы уже почти выучили, там, 4 буквы алфавита уже ивритского выучили, а всего 22. Так, конечно, приятно читать Тору в оригинале. Первая буква Тору – Б-решит. То есть, на русском – в начале. Нет. Б – это как, это такой вот Б-решит в начале, на иврите. Понятное дело, так еще потом, когда вы изучите эти 22 буквы, каждая буква – это дематрия, это числовое значение. Бет – это 2, понятно. А Алиф сколько? 1. Алиф – 1. Бет – 2. Диммл – 3. Я уверен, что вы догадались. Далет – 4. Все правильно. И когда ты знаешь эти цифры, и потом ты смотришь на слово, и ты видишь, как все слова, они, там, числовые значения сходятся, там, это просто фантастика. Хорошо, вторая книга. Вторая книга у нас, то, что мы изучаем все время, называется «Обретение неба на земле». Значит, это тоже идея последнего любавического рыбы, и идея сегодня такая, очень глубокая идея, которая актуальна, прям актуальна к сегодняшним, к тем событиям, в которых мы сегодня живем. Говорит нам любая честерая рыбы так. Не возмущайтесь так миром, он говорит. Не возмущайтесь так миром. Есть много людей, которые возмущены тем миром, в котором они живут. Дальше. Не возмущайтесь так миром. Гнев против мира – это гнев против Бога. К тому же это плохо сказывается на кровяном давлении. Он говорит, ну это и глупо, говорит, это как, а чего вы гневаетесь? Вот мы вчера разговаривали, приехали там мои знакомые, они с Украины, да, и они говорят, вот, война, война, война. Я ему говорю, смотрите, Израиль живет в войнах с первого дня своего существования. С 48-го года вот объявили о независимости, и все пошли на фронт, потому что напало пять стран. Пять армий, регулярных армий, обученных с оружием, напали на евреев, которые были беженцы со всего мира после катастрофы. Всего было 600 тысяч здесь жителей в 48-м году, 600 тысяч жителей было, а напали армии, которые были там, вокруг жили сотни миллионов арабов. И, значит, все, война за независимость, несколько лет воевали, выстояли, победили, сплотились, стали сильными, создали армию, значит, все. Потом только выстояли, опять начинается война, опять начинается война. Война 67-го года, война 73-го года, то есть войны без остановки сделали Израиль одним из самых мощных, сильных, сплоченных государств в мире, стран в мире, потому что, если ты себя не спасешь, никто тебя не спасет. И я ему говорю, такая цена за то, чтобы на сегодня, например, да, Зеленский самый влиятельный человек мира по оценкам журнала «Таймс», да, кто он был до этого? Он был хороший-хороший парень, актер, прекрасный актер, прекрасный шоумен и так далее. Сейчас он один из самых ярких лидеров в мире, да, политических, то есть самый яркий, самый влиятельный. То есть для того, чтобы перейти на следующий уровень, обязательно человек проходит через испытания. Человек, народ, страна, то есть если ты живешь в расслабленном, спокойном состоянии, то ты не будешь никогда сильный. Теперь, когда мир нам дает какие-то страдания, какие-то неприятности, какие-то ситуации, это не мир дает, это Всевышний. И ты можешь на них посмотреть так, что это тебе дано для роста, как был такой Ницше, но он, в принципе, Ницше был сумасшедший, поэтому на него полагаться не стоит. Но у него была такая фраза, что все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. То есть эта фраза, она, вот если убрать Ницше из нее, то она очень сильно описывает методику и методологию роста. То есть для того, чтобы человек развивался и рост, то ему обязательно нужны страдания и стресс. То есть любая тренировка – это стресс, любое новое знание – это стресс, любое вмешательство извне в организм вызывает иммунный ответ, и это стресс. То есть как люди, например, прививки, да, как работают, то есть дают ослабленную болезнь, чтобы организм ее победил. Потому что если зайдет сильная болезнь, она может победить, и организм умрет. Поэтому берут врага, который маленький враг, да, такой еще неокрепший, и ослабленную болезнь дают, организм, он с ней начинает бороться, и он ее побеждает. И когда он ее побеждает, у него появляются силы для того, чтобы справиться с настоящей болезнью, с врагом, который настоящий. И он ее побеждает. Человечество победило многие болезни за счет прививок, за счет того, что давали себе дозированный стресс. Так вот, любой дозированный стресс, который тебя не ломает, стресс делится на две части. Есть легкий стресс, который тебя развивает, есть сильный стресс, который может сломать. И вот самый большой рост, он на границе между слабым стрессом и сильным стрессом. Вот если найти эту границу, то тогда идет самый большой рост. Я помню, у нас была в спорте такая тренировка, стрессовая, она так и называлась, стрессовая тренировка, когда ты доходил до вот этой границы. И если эту границу переходил спортсмен, то он мог сломаться и больше вообще никогда не бегать. Но если он доходил до этой границы и прямо вот точно в нее попадал, то через две недели наступала то, что называлось суперкомпенсация. И рост был просто невероятный. У нас тренер, я помню, он вычерчивал вот эти вот графики двухнедельные, и вот каждые две недели он загонял нас прям в яму такую, что ты просто не мог двигаться, и через две недели ты выходил на новый уровень. Опять яма, опять новый уровень. Так работает жизнь. Теперь, значит, поэтому не надо возмущаться миром. Всевышний нам дает, дает нам всем возможности для роста, для развития, для исправления, для понимания. Иногда эти возможности нам не нравятся. Но если мы прочитаем Танах, письменная Тора, мы увидим. И гневали сыны Израиля Всевышнего, и послал он на них войну. Они собрались, сплотились, обратились к Всевышнему, победили врагов и стали, значит, опять все хорошо. Опять расслабились и начали грешить. Начали грешить, пришли враги. Враги, значит, все мобилизовались, победили врагов. А когда пришли враги, они продолжали грешить, как было в разрушении второго храма. Когда они между собой воевали, спорили, вместо того, чтобы объединиться. Тогда победили враги. И тогда враги римляне победили, разрушили Иерусалим, разрушили храм. И отправили еврестий народ. Кто отправил? Враги отправили или Бог отправил? Бог отправил в двухтысячелетнее изгнание. Изгнание было легкое, очень тяжелое. Вообще страшные, вообще прошли испытания. Учились, пока не научились быть дружными, любить друг друга, не так ругаться. Научились. Катастрофа научила, что евреи должны быть вместе. Никто, никто не заступился, никто не пускал. Сейчас весь мир встал на защиту Украины. Но когда евреев уничтожали, их не пускали. Корабли с детьми разворачивали и говорили, нет, мы беженцев не примем. И это были цивилизованные страны. Это были Англия, это были Америка и так далее. Не пускали корабли с детьми, отправляли обратно в концлагеря. Слава Богу, сейчас нет такого. То есть весь мир поддерживает Украину. И что, евреи поняли тогда, что нужно обязательно сплотиться. Приехали в Израиль, сказали, нам не важно, что там арабы на нас нападут. У нас будет свое государство, мы его отстоим. Отстояли. Получается, что все те страдания, которые были до этого, они привели к суперхорошему результату. Все. Теперь последнее. Сейчас идет недельная глава. Недельная глава мы читаем Беалотха. И в ней как раз рассказывается о том, что Всевышний ведет. Он вел в пустыне в рейсти народ. И они вставали и шли в переходы по пустыне. Они не были в пустыне все время в одном месте. У них было 42 перехода за время, когда они были в пустыне. Некоторые переходы у них были, они приходили, например, на каждом переходе они раскрывали сразу передвижной храм Мишкан. Но бывало, что они всего одну ночь стояли в этом месте. И потом поднималось облако и говорило, пошли в путь. И они ночь всего переспали, собрались, пошли. Потом следующая остановка. Облако показывает, останавливаемся. Разложили Мишкан, отстояли неделю, облако поднялось, пошли. Потом следующее место. Значит, 10 лет стоят на этом месте. Были места, на которых стояли десятилетия. Были места, на которых стояли одну ночь. 42 перехода было за 40 лет в пустыне. Значит, это как раз в сегодняшнем отрывке, что по указанию Господа останавливались. И по указанию Бога двигались. Значит, евреи никогда не знали заранее, сколько продлится их стоянка в том или ином месте. День, месяц или несколько лет. Тем не менее, на каждой стоянке они возводили передвижной храм и следуя по велению Творца. И все время пребывания в этом месте действовало святилище. И мы что отсюда учим? Мы не знаем, как Всевышний нас ведет. Мы не знаем, как Всевышний нас поведет. Мы не знаем, какие у него будут завтра для нас уроки, испытания и так далее. Единственное, что мы знаем, что если бы он хотел нас уничтожить, он бы уничтожил. А раз мы живы, он не хочет нас уничтожить, он хочет нас сделать умнее, лучше, сильнее, духовнее. И даже если он нам дает какие-то сложности, то не надо на них гневаться, а надо их принять, понять и использовать для своего духовного роста, для улучшения мира, для развития. Все, что мы и делаем в меру своих сил. Все, желаю всем, кто учит Тору и кто любит Бога и кто хочет выполнять его заповеди, чтобы Всевышний дал вам для этого здоровье, благополучие, семьи, дети. Ну то есть, чтобы все было то, о чем вы мечтаете, чтобы это все было для того, чтобы вы имели возможность приближаться ко Всевышнему через путь благодарности. То есть, путь благодарности намного более приятен, чем путь страдания, просьбы, исправления и так далее. То есть, есть два пути, результат все равно будет хороший, все там будем, все приблизимся ко Всевышнему. Но лучше, чтобы это было через добро, через благодарность, через изучение Мишны. Это сложно, я понимаю, что сложно выучить 22 буквы и повторять слова Торы. Да, это очень сложно, но лучше идти этим очень сложным путем, чем молиться, Всевышний останови войну, останови бомбы, верни мне ногу, верни мне руку. То есть, лучше идти через путь дозированных сложностей, изучая Тору, это сложно. И в заповеди выполнять сложно, но это намного проще, чем молиться потом, чтобы Бог прекратил страдания. Все, всем удачи и успехов, здоровья, благополучия и мира. Мира, главное, чтобы быстрее закончилась война, чтобы наступил мир.